Молодежь Якутии подвела итоги 2016 года. В минувшую субботу в столице прошел традиционный серебряный бал молодежи. На нем отметили самые яркие события уходящего года и вручили государственные награды отличившимся активистам. О самых главных событиях года в жизни молодежи республики и планах на следующий, 2017-й, которые объявили годом молодежи в Якутии в материале Саргаланы Захаровой. Уходящий 2016-й подарил много событий и впечатлений. Это и шестые международные игры «Дети Азии», традиционные эсехи и юбилейные мероприятия волонтерского движения в Якутии. Особенным он был и в Амгинском районе, где его посвятили год молодежи. Очень хороший проект есть. Наши ребята, это села Бетюн, ребята собрались и на данный момент строят уже детский сад на 20 мест своими силами. Собрали, кто-то деньгами помог, кто-то дали по брусу и сейчас уже строят коробку детского сада. Я думаю, это очень большая работа, очень хороший проект и в следующем году они хотят уже докончить постройку этого детского сада. В этом году со всей республики на работу привлекли рекордное количество бойцов строя отрядов. Только на шестых играх «Дети Азии» работали порядка двух тысяч молодых людей. Не менее запоминающимся станет и следующий год. В 2017-м строятряды Якутии отметят свой полувековой юбилей и в связи с этим в республике соберут тысячи бойцов со всех регионов страны. Год молодежи. Нас ждет глобальные задачи, можно сказать. Основная из них это же, конечно, организация и проведение всероссийского строя студенческих отрядов, где более двух тысяч лучших студентов страны соберутся у нас в городе Якутске. Это у нас будет проходить впервые. Ну и, конечно же, задача по увеличению количества охвата молодежи в нашем движении. Будем работать по этим направлениям. Шестнадцатый для нас очень насыщенный, хорошими результатами мы встречаем. И надеемся, что в семнадцатом году, в год молодежи, реальными делами действительно молодежь покажет, на что способна. И сегодня уже начался отбор на международный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в городе Сочи. Я думаю, что вот эти два знаковых мероприятия, конечно же, позволят нам молодежную политику поднять на более высокий уровень. Наступающий 2017-й объявили в Якутии годом молодежи. Будем надеяться, что он подарит еще больше эмоций, новых открытий. Успешных начинаний и станет, как отметил вице-премьер Михаил Гуляев, историческим в жизни молодежи Якутии. Серглана Захарова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.